То, о чем так долго говорили, воплощается в жизнь. В Высоком Мысу приступили к переоборудованию котельной с нефтяного на газовое топливо. С деталями реконструкции в ходе рабочей поездки на месте познакомился глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Все ли идет по плану, когда обновленный объект введут в строй и где в поселке появится молодежный центр, знает Валерия Кудрявцева. Котлован под газовое хранилище для котельной Высоком Мысу выкопали еще 14 декабря. К заливке бетона из-за крепких и продолжительных морозов приступили только спустя три месяца. Мы первый пробный зальем, посмотрим, как оборудование у нас работает. Все-все-все. И завтра мы второй заливаем. У меня два каркаса уже готовы. Параллельно с этими работами на объект привозят винтовые сваи для монтажа оборудования и газораспределительных установок. Завершить заливку монолит рабочие планируют к концу месяца. Заливка бетона у нас пройдет, я думаю, что до числа, наверное, может до 25-го, до конца месяца мы бетон полностью примем. Все у нас, потом трамбовка непосредственно песка ПГСа, здесь по канализационным колодцам. И у нас будет установка ливневых костей. Пока бетонная работа. Чтобы перевести котельную в Высоком мысу с нефти на газ, потратят больше 64 миллионов рублей. Реконструкцию и переоборудование зданий теплоснабжения сейчас ведут также в Лямино и Сетомино. Всего на коммунальные объекты выделены 160 миллионов рублей. Большую часть средств на эти цели получили из фонда содействия реформированию ЖКХ. Реновацию всех трех котельных обещают завершить к старту следующего отопительного сезона. «Приехали, проверили, посмотрели, что на Высоком мысу. Идут строго по графику, почему приходится контролировать вне зависимости от того, в сентябре крайний срок – сентябрь. То есть в сентябре тепло потребуется во всех поселениях, в том числе и на Высоком мысу. Поэтому котельная должна быть кровь из носу готова дать тепло». К осени этого года в Высоком мысу также планируют обустроить молодежную резиденцию. Предварительная дата открытия – середина ноября. Расположится она в трех кабинетах на площади 100 квадратных метров на втором этаже школы. Сейчас там находится библиотека. «Библиотека не пострадает, школа не пострадает, потому что внизу два больших кабинета. Планируется группа продленного дня, она не востребована. И два стоящих блока, где у нас находится гардероб, мы можем разместить там в книгохранилище». В кабинетах организуют каворкинг-центры и медиазону, место для занятий гидропоникой и киберкласс. В общей сложности на оборудование для молодежного центра потратят 10 миллионов рублей. «Будет закуплено самое современное оборудование, которое поможет и детворе ориентироваться в современном мире, помочь в выборе профессии с профориентацией в жизни. Ну и даст толчок к развитию. То есть мы на Барса, прошу прощения, в Белом Юру, на Федоровке сделали вот такие современные кванториумы. Теперь задача сделать такие же во всех удаленных поселениях». По словам главы Сургутского района, в ближайшие два года молодежные резиденции появятся также в Лямино, Сатомино, Ульт-Ягу, Неугути, Лохосово и Рускинской. Валерия Кудрявцева, Денис Зонов, Сургут, Интерновости, Высокий мыс.